Здравствуйте! Сегодня мы затронем еще одну важную тему медицинскую, это вирусы. Сегодня будет намного более простая лекция, поэтому хорошенько пройдемся по тому, что у нас известно нашей медицине. В целом можно характеризовать так, то что тему вирусов это почти что инкогнито для современной медицины. Есть множество и данных и опровержений вообще в целом, что вот то, что нам рисуют вот эти различные компьютерные модели, именно это является вирусами, но давайте посмотрим на сначала краткие хотя бы характеристики, которые нам описывают, потом сравним примерно с теми электрическими данными, которыми мы можем хотя бы характеризовать данный тип воздействия и что мы можем сделать с такими патогенами в нашем организме. Очень краткие выдержки из прямо в Википедии и других данных. Итак, вирус это у нас не клеточный, а инфекционный агент. Вот тут по поводу инфекционный, давайте скажем так, привнесенный внешний объект, который может воспроизводиться только внутри клеток. То есть физически нам говорят то, что это элемент, который проникает в клетки, причем кстати достаточно легко проникает в клетки и уже внутри он начинает самовоспроизводиться. То есть клетка используется как инкубатор. Мы прекрасно знаем, что клеточная структура это набор частот, идеально подобранных, который работает строго в гармонии и в консонансе. Соответственно, внедриться в клетки можно только используя определенные правильные кратности частот. Далее, обнаружены вирусы, способные репетицироваться только в присутствии других вирусов. Это называется у нас вирусы-сателлиты. Вот нам приводится с вами вот такая замечательная картинка, очень мутная, к сожалению, но она очень много для нас говорит. То есть, что значит одни вирусы могут жить в присутствии других вирусов и только эта сборка, условно говоря, оказывается рабочая. Вот видите, вот эта замечательная гармоничная картина, вот такого верофага-спутника, который зависит от вируса хозяина. Вот теперь давайте я вам сейчас точно такую же самую картинку, я вам сымитирую. Представим, что вот эта вот шестигранная система из точечек, у нас это с вами стоячая волна со своей узловой длиной и мы попробуем с вами ее провернуть относительно точно такой же характеристики. То есть, фактически мы сейчас будем анализировать двиг фазы двух стоячих пол и смотреть, какую геометрическую форму нам с вами задает данная характеристика. Вот я буквально по 11 небольшим градусов сейчас буду проворачивать и посмотреть, что у нас с вами получается. Мы с вами начинаем проворачивать и из-за сдвига фазы у нас с вами образуется общая частотная картина, которая постепенно становится мельче, мельче, мельче при достижении угла максимального в 30 градусов. Вот давайте посмотрим, сейчас мы когда будем подходить к этому углу. У нас сейчас 12, 14, 16 градусов. Вот чему приводит сдвиг фазы двух стоячих волн, основанных на трехфазной системе. То есть физически вот эти вот как бы точечки, вот видите, которые, они имитируют условно трехфазную систему стандартную, ромбическую, ромбическую, пирамидоидальную, как угодно можно назвать. Вот проворачивая данную одну фазу относительно другой, мы с вами постоянно меняем те характеристики. Соответственно, уходя уже дальше за 30 градусов, система снова начинает возвращаться, по сути, к формированию макрообъектов. Вот мы с вами видим ту же самую электрическую картину, что нам рисует наша с вами медицина. То есть физически, когда у нас описывается то, что один вирус у нас может реплицироваться только рядом с другим, то в данном случае мы с вами видим интерференцию, по сути, двух стоячих волн. Или можно сказать так, что один электрический объект из стоячей волны находится со сдвигом фазы к другому электрически, фиксированному объекту. То есть мы видим в прямом варианте взаимодействия двух стоящих волн. Но при этом медицина нам говорит, что это у нас вирусы. Хорошо, пускай будут вирусы. Итак, вирус способен выживать в экстремальных условиях, обладает разумом и хитростью. Вот электрические поля у нас все время обладают разумом и хитростью и прекрасно выживают в экстремальных условиях. Эта строчка нам просто с вами подчеркивает истинную сущность того, что мы с вами говорим не о каких-то там белков, формах жизни, материальных объектах и так далее. Фактически мы с вами говорим о электрической сущности, а фактически о плазмоидах. Соответственно, стоячая волна, которая замкнута сама на себя, она может находиться в пространстве достаточно долго. Она может летать точно так же, как шаровая молния, только что очень маленьких габаритов. Далее. Сам вирус у нас с вами не представляет никакой опасности, но попадая в организм, начинает активно размножаться. В данном случае, что мы здесь видим? То, что, привнося свою частоту в организм, данный вихревой объект начинает фактически на себя стягивать молекулярные структуры и на электрическую суть как бы налеплять молекулярные структуры, оболочки и так далее. Сейчас еще дальше это уже посмотрим и увидим. Далее еще интереснее. Выборов нужной клетки. Обратите внимание на выбор вирусом нужных клеток. Естественно, здесь та же самая ситуация, что и кратности частот. При равенстве частот данный вирус никогда в жизни клетку не выберет, потому что он от нее отталкивается. Соответственно, будут взаимодействовать те кратности, которые позволяют, по сути как, южный и северный полюс автоматически притягиваться. То есть, вирус не выбирает, или электрический объект не выбирает ту клетку, которую он будет поражать. Это равносильно тому, что сказать, что южный полюс всегда у нас будет выбирать северный полюс магнита. Физически же это взаимодействие полей и естественно, то есть два таких элемента, мы говорим, притягиваются друг к другу. Здесь тоже самое. То есть, вирус у нас выбирает нужные клетки. Еще раз подчеркиваем, что в данном случае медицина нам описывает работу электрических полей. Он встраивает свой код ДНК и РНК и развитие заболевания занимает менее суток. Вот здесь я бы сказал так, что вот это вот описание по поводу встраивания кода РНК-ДНК, это лишь следствие. А физически он будет приносить гармоническое изменение в структуру, где произойдет просто перестроение РНК-ДНК. Либо, возможно, пока он еще путешествует, условно говоря, к притяжению к данной клетке в организме, он как бы на себя набирает тот самый молекулярный состав, который у нас и превращается в РНК-ДНК. Парочку, троечку, вот видите, вот давайте посмотрим уже описание сложных вирусов. Итак, у нас ВИЧ. Медленно прогрессирующее заболевание, вызванное вирусом, поражающим иммунные клетки. У нас нет в организме иммунных клеток. Есть в физике понятие, что сила действия равна силе противодействия. Поэтому в любом случае любое изменение, которое у нас вызывается в организме, будет обусловлено ответным действием. То, что у нас нашли условные какие-то иммунные клетки, это, возможно, означает, что лишь данный тип клеток более восприимчив к более широкому диапазону частот и, допустим, более часто реагирует на любые внешние изменения. Но никакого отношения в данном случае к мнимому иммунитету это не имеет. Бешенство. Вирус в организме продвигается со скоростью 3 миллиметра в час и поражает нервную систему. Шикарно! То есть, до этого мы с вами рассматривали, у нас можно сказать, что развитие заболевания занимает очень менее суток, а тут вдруг у нас получается, что вирус в организме очень медленно ползет. В данном случае поражение идет нервной системы и мы видим то, что скорость идет, просто деградация, то есть клетки, которые деградировали с помощью модификации частот извне, они постепенно переносят свои частоты на следующие-следующие и у нас просто идет такая плавная цепная реакция и никакого внешнего, скажем так, воздействия мы здесь дополнительно не наблюдаем. То есть, это простая нормальная цепная реакция, где одна клетка в более устойчивом, скажем так, частотном состоянии начинает как бы подоминать под свою частотную характеристику следующей клетки и так далее. ЭБО, вирус, вызывающий резкое повышение проницаемости сосудов, развивается очень быстро и человек там погибает за несколько дней от массивных кровотечений. Вот самое важное здесь резкое повышение проницаемости сосудов. Дело в том, что каждый сосуд образован вихровой полостью стоячей волны и проницаемость стенок сосуда у нас может получиться дополнительная либо резко увеличится только при наличии гармоник, а иначе это просто стенка. Эта стенка электрическая, которая не пропускает ни туда, ни обратно, скажем так, ненужные частоты и характеристики. В данном случае мы с вами наблюдаем как раз описание того, что у нас происходит гармоническое изменение, то есть внесение гармоники в основную рабочую, скажем так, характеристику нашего организма. Ну, всем известно, у нас вирус папилломы, размножается в верхних слоях кожи, является очень заразным заболеванием, вызывающим рак, особенно опасен для людей со сниженным иммунитетом. Ну, здесь, в принципе, все то же самое, что мы обсудили ранее. У нас есть зона размножения, то есть частоты, с которыми мы работаем, это пограничный слой. Тот же самый наш сниженный иммунитет, это та же самая характеристика, то что организм не может со своей стороны как бы реагировать точно такой же частотой, как и в данном случае вот эта вот проблема частотная. То есть физически вот эта частота потихонечку пересиливает основную, эти две частоты не могут быть выровнены. Соответственно, та, которая более высокочастотная, постепенно побеждает низкочастотную. Вот и все. У животных у нас вирусные инфекции вызывают иммунный ответ. Ну, видимо, нас тоже к ним классифицировали. Вот все те же самые характеристики. Обратите внимание, то есть мы опять снова разговариваем о параметрах частотных взаимодействий. То есть сила действия равна силе противодействия. Ну и замечательная у нас вещь, то что антибиотики не действуют на вирусы. Все, больше нам ничего из текста здесь с вами не надо. Значит, поскольку мы можем с вами классифицировать то, что вирус это в целом в чистом виде электрический объект, то данные с темнопольного микроскопа, вот эти вот, которые мы с вами можем интерпретировать, как вот это эритроциты. Причем это вот электрический жгут, который запросто может быть, как у нас там, это киноцид там, там, чем угодно и так далее. То есть внесение гармоник на них. На самом деле, то есть это вот в чистом виде действительно кольцевая стоячая волна, на которую можно поместить любое количество гармоник, ну, разумных, которые может принять и переносить эритроцит. И вот эти вот маленькие белые точки, которые видны только под темнопольным микроскопом, скорее всего они у нас именно и являются нашими с вами электрическими объектами, которые в крови могут без проблем плавать и находиться как мини-плазмоиды. Напомню, что темнопольный микроскоп основан на принципе взаимодействия оптического спектра с магнитным полем, и вот здесь мы видим не оптическую картину, а фактически преобразованный электромагнетизм непосредственно уже к оптическому диапазону. Ну то есть это если бы мы видели не объекты, а поля, которые вокруг данного, скажем так, данной структуры, в данном случае данной клетки эритроциты и вот та мелочь, которая там плавает. Как наши художники с вами отображают нам сами вирусы? Ну вот это у нас все компьютерные моделирования, включая вот это вот красивое, да? Вот это хоть какие-то фотографии, которые у нас вроде бы как методом какого-то там криво сканирования сделанное там и так далее. То есть ситуация в чем? Что мы из этого можем извлечь? Какие данные? То, что максимум, что у нас делает, скажем так, наука от медицины, это что-то непонятное сканируют, вот круглое, с различными вот такими вот отростками. И вопрос в том, что, понимаете, это же ведь тело. Вот сама электрическая сущность, она уже вырастила, вот это тело, и она спокойно может от него избавиться. То есть разрушив вот это вот образование, мы не разрушаем вирус, мы начинаем разрушать те клетки, которые нам вирус вырастил. Не клетки, даже такие вот сгустки молекулярные, которые вирус вырастил, а электрическая сущность осталась внутри. Примерно можно сказать то же самое и про нас. То есть потеряв тело, наша душа улетает пока до следующего прибытия. Вот примерно то же самое можно сказать здесь. Убить электрическую сущность вот здесь механическим способом невозможно. Я вот еще сейчас для примера вам даже вот такой вот моментик показал, то есть каким образом вот можно преобразовать очень просто. Вот допустим, вот у нас нормальный с вами как бы вирус, там еще чего-то такое. Вот пожалуйста, вот я ему отростки вырастил снаружи. То есть как гармоника, которая стоит снаружи любого объекта, нам фактически выдает основную его частоту, на которой он работает. Вот то же самое здесь. Нам нужно смотреть, если мы хотим какие-то характеристики получить с этих объектов не на то, как они у нас с вами красиво выглядят, а с какой периодичностью у них возникают вот эти всякие различные выходы, чтобы получить основную частоту их гармоник. Тогда, соответственно, мы получаем доступ к возможности работы частотным способом. Ну, есть, кстати, более простые, сейчас мы в конце рассмотрим. Теперь, сам по себе вирус, его внутренняя структура, они вот видите, вот вокруг своего как бы ядра образуют, у нас называли капсиды, то есть капсула фактически, которая как бы скрывает внутри себя основную там ДНК или РНК. Вокруг нее у нас с вами вот небольшие белковые сначала сгустки образуются, потом которые в целом закручиваются вот в такую спираль, и как бы медики нам говорят, экранируют, защищают этой капсулой спираль основную ДНК или РНК вируса. Но так подождите, а вам ничего не напоминает вот это вот, это вот обычная магнитная жидкость, которая в магнитном поле. Обычная ферромагнитная жидкость ведет себя точно также вокруг магнитных предметов. Это полная копия, только что в биологическом виде, и если там работают у нас, ну, в нашем эксперименте с магнитной жидкостью работают магнитные поля, то здесь работают электрические поля, но точно по такому же самому методу. В связи с чем можно сразу сделать вывод какой? То есть для того, чтобы объект был стабилен, вот этот вот, то вероятнее всего спирали ДНК и РНК вирусов будут замкнуты в кольцо, то есть только в этом случае они могут у нас с вами сохранять как замкнутый электрический объект очень долго свою энергию. И у нас получается то, что они выращивают именно сферические формы, это еще раз нам говорит о том, что спирали скорее всего у них замкнутые, ну, то есть спираль какого-то Н-ного порядка, минимальная, то есть спираль второго порядка, то есть они свернуты в, по сути, обязательно в замкнутую цепочку, чтобы вокруг них была фиксированная стоячая волна. Другие вот различные, видите, формы вирусов, которые, то есть ядро нам точно также, хоть это и компьютерное моделирование, нам какой-то многогранник здесь изображают, то что внутри там у нас спрятан геном, но так это же самый геном, это сформировал многогранник данной стоячей волны и потом уже в более упрощенном виде нам сформировалась оболочка для данного непосредственного вихревого объекта, да еще и соответственно вот у нас, видите, даже тычки у них, которые вырастают, имеют разные характеристики, естественно, четное, нечетное и так далее. Вот те же самые компьютерные моделирования, пожалуйста, видите, вот мы фактически сейчас с вами просто смотрим не на вирусы, мы смотрим на электрические объемные стоячие волны, которые просто под себя строят молекулярные структуры, вот и все. Физически вот они, вот те же самые вещи, вот под электродным микроскопом, идеальная стоячая волна, согласитесь, вот ее гармоники, вот они видны, вот они все здесь, вот наши любимые коронавирусы и прочее. Понятно, что при немножечко несимметричном расположении внутри самой свернутой РНК и ДНК, немножечко формы будут отклоняться, ну плюс сами-то объекты более-менее подвижны, но это не суть, вирус сам, это электрический объект, то есть потеряв вот эту оболочку, вирус сам не исчезает. И вот теперь давайте посмотрим, как с точки зрения частоты эта система у нас с вами вообще работает в организме. Представим, что у нас есть с вами номинальный ряд частот, я номинальные к равности частот привожу, то есть не принципиально какие они у нас, но мы четко знаем, что если они идут с шагом φ, вот допустим единица, то есть за единицу мы можем все что угодно принять, следующая частота идет с отклонением в 1,618, причем не важно в большую сторону или в меньшую, 2,618 и 4,236. В этом случае вот этот вот набор частот, он не теряет энергию ни при одном преобразовании, у него нет излучения и он готов спокойно быть встроен куда угодно, допустим в нашу жизнь, в нашу клетку, как где угодно вот этот вот наборчик, к примеру, стоит. Теперь, к нам прилетает с вами вирус, который имеет базовую какую-то кратность частоты, к примеру, двойка. Видите, двойка у нас никуда здесь вообще как бы не влезает в этот ряд, то есть получается у нас с вами что? Вот к этому сейчас рассматриваем ряду значений, у нас есть по сути инородный коэффициент, инородная частота, которая будет вызывать биение по отношению к вот этим вот остальным. Итак, первое, что у нас? К единице, единица, двойка. У нас кратность 1 к 2, частоты не взаимодействуют, никакого влияния. Вот, пожалуйста, пример, допустим, вот человек может точно также побыть с каким-то в кавычках вирусом другим и абсолютно не провзаимодействовать, просто потому что в данном случае попали частоты таким образом, что они не взаимодействуют с теми характеристиками человека, допустим, который побывал в каком-то другом электрическом поле. С другой стороны рассматриваем, у нас есть 2.0 к 4.236, это уже выход за пределы октавы, прямого взаимодействия у нас с вами здесь не наблюдается, возникает легкое-легкое какое-то биение через гармоники, ну и, соответственно, мы можем в принципе об этом даже и не узнать, и не почувствовать. Но намного интереснее возникают у нас, когда вот эти вот реально работающие частоты у нас начинают взаимодействовать с 3, которая у нас стала между ними. Ну вот давайте здесь посмотрим. Берем у нас нашу двойку, к 1.618, получаем коэффициент биения 4.236. То есть физически у нас возникает очень интересная ситуация, когда привнесенная внешняя частота, это, кстати, может быть даже хоть таблетка съеденная, неважно, вирус, то есть мы что-то привнесли, другую частоту, теперь взаимодействует с вот этой вот характеристикой, образуя коэффициент биения, и коэффициент биения получился пропорционален, в данном случае даже равен той частоте, на которой еще что-то работает в организме. То есть физически как можно сказать, что вот эта вот частота, у нее внутри еще возникает более четырех колебаний дополнительных за один ее период. Ну так эти более, эти 4.236, которые ее коэффициент, это как раз у нас попадает в другую вот эту вот волну, которая совершенно как бы находится в другом месте. И взаимодействие вот этих вот двух частот порождает третью, эта третья может попасть куда угодно, и вот эта любая побочка в организме от любого там частотного влияния может вылезти где угодно. Смотрим теперь 2.618, у нас с вами здесь получается коэффициент уже 3.236. Вот к этому значению наш с вами инородный, скажем так, частотный объект вносит основные искажения в его работу, мало того, что он достаточно близок к третьей гармонике, но немножечко не попадает в нее, то есть создает дополнительные биения, уже там по спирали пойдет 2-го, 3-го порядка, вот к этой системе, и тем самым начинается проблема в организме, связанная с вот этими близкими частотами, к которым попал вот этот вот наш с вами объект. К чему результате это все приводит? Вот давайте здесь вот это теперь глянем. Допустим у нас, поскольку единичка у нас с вами не взаимодействует, то мы очень-очень простой вариант рассматриваем, а 4.236 у нас фактически поддерживалось биением по отношению к 1.618, то мы их оставляем с вами как основу то, что мы никуда не сдвинулись. Инородный агент у нас внедрился, он у нас свою частоту просто встраивает в наш организм, но вот эти две-то не могут никуда деться, они могут только подвинуться. Я взял коэффициент вместо 1.618, как мы здесь расходились, я взял коэффициент ровно на 1.14 меньше. Вот видите, мы 1.618 разделили на 14 и умножили на 13. В этом случае мы получаем коэффициент 1.5, то есть мы шагнули всего лишь на одну гармонику, на 1.14 мы отшагнули, то есть допустив то, что отклонение системы у нас будет не критически. Тогда у нас базовая встроенная частота 2 стала, теперь по бокам вместо того, что у нас было 2.618, у нас стало 3, а вместо 1.618 у нас стал коэффициент 1.333. И вот если у нас здесь было всегда в организме преобразование Фи, 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 то теперь у нас совершенно другая характеристика по частотам. Ну во-первых, вот здесь вот у нас теперь стали полторашки, три вторых, так чтобы вы понимали, это одни из самых сильных биений вообще в природе, то есть встроенный вот этот объект будет производить дополнительные, по сути, механические вибрации какие-то в организме. Это, кстати, вот избыточное трение тепловыделения в системе частот. С одной стороны вот здесь, допустим, коэффициент перешел с Фи на 4.3 и возможно будет более-менее что-то там адекватно работать, но немножечко нештатно. С другой стороны система стала через 1.412, просто какой-то получился для нее неправильный коэффициент по отношению к Фи. Кстати, соотношение перехода с Фи на 1.412, очень близко к корню из двух, оно как раз 6.854, это Фи в четвертой степени, то есть относится к замкнутому циклу частотному. То есть, понимаете, вот анализируя все эти характеристики, как вот эта встроенная частота теперь повлияла на наш организм, мы получаем очень плачевную картину то, что любое изменение, которое мы внесли, повлияет на огромный ряд частот, ведь это мы просто вот самый мизер рассмотрели, а ведь физически вот частоты могли просто все сдвинуться постепенно туда-туда в обе стороны, просто добавив эту встроив еще одну. Да, так теперь у нас действительно вот мы переболели, условно говоря, вот этим вот патогеном и теперь эта частота у нас устроилась, ну так теперь как раз мы второй раз не можем им переболеть по той причине, то что такая же самая частота уже есть в организме, равные частоты отталкиваются. Соответственно, мы получаем того, что заражение теперь точно таким же патогеном для нас, как бы, или частотой фактически патогена, для нас уже невозможно, но радоваться тут рано, потому что мы с вами внесли огромную цепочку изменений по всему организму. Поэтому вопрос с вакцинацией, к примеру, где мы пытаемся от вот этого, вот этого, вот этого защититься, это критическая ошибка, которая приводит к полному дисбалансу всего организма. Вылезут проблемы везде, где угодно, хотя да, от нужных вещей, которых мы как бы запрограммировали себе, мы в принципе можем действительно защититься. Ну и вот подтверждение, каким образом вообще можем работать с электрическими объектами, я вам сейчас приведу просто свою ситуацию и мы с вами на этом сегодня закончим. Итак, 9.07, буквально три недельки назад, ну, так получилось, что мне потребовалась операция от синус лифтинга, она мне делала закрытого типа, это у меня самая-самая была древняя коронка, которая простояла 24 года, пришлось ее все-таки в конце концов удалить, и под ней немножечко подгнила кость, все это дело зажило, но доктор говорит, так и так, в общем надо ты встать и плант, а кости мало, давай. Ну, хорошо, давайте. Итак, естественно, они мне предлагают сразу лед с собой, я, кстати, прекрасно понимаю, для чего они дают лед, потому что после вмешательства у нас сразу нужно охлаждать, чтобы не развивались грибки дрожжевого типа, соответственно, они у нас самые злостные, получается, в организме. Я говорю, мне ничего не нужно, обезболивающих, естественно, им тоже самое, ничего, я с тобой не нужно, сажусь в машину, просто пока в пути еду, обрабатываю полчаса буквально тором, все, приезжаю домой, заморозка вообще отпускает, и все, я больше ничего не чувствую, как и все предыдущие разы, которые, то есть я предыдущий, когда имплант ставил, была та же самая ситуация, и доктору тоже самое, в общем понравилось, то, что говорит, какая идеальная заживляемость, через сутки ровно они мне отзваниваются, я им говорю, что все в норме, состояние все хорошее, все нормально, говорю, катушки отработали, все шикарно, никаких ощущений нет, но буквально уже через 6 часов, то есть плавно, начиная буквально через сутки, начинает подниматься температура, поднимается до 38 градусов, при этом никаких симптомов, я для себя прикинул, что это за проблема, посмотрел в интернете, вроде бы когда после такой операции может подниматься температура, ну хорошо, то есть я не реагирую, красители принято, чуть-чуть побольше, чем обычно, то, что как бы по цвету мочи уже было хорошо, видно, что она достаточно сильно посинела, вот хорошо, оставляем в таком виде как есть, еще через сутки, то есть 11.07, к часу дня у меня температура уже, то есть днем, во-первых, температура уже поднимается до 39 градусов, я на всякий случай проверяю, что ведь могли что-то и занести в процессе, как бы раз красители не отрабатывают, хорошо, я беру просто одну ложечку столового МК-2, это равносильно, ну почти литру МК-3, который мы с вами можем понемножечку принимать, но здесь как бы вот такая мини-ударная доза, ну и чуть позже я принимаю жаропонижающее, потому что с такой температуркой тяжеловато ходить, вот, хорошо, в принципе ночью пришлось еще раз принять жаропонижающее, потому что температура 39-39,2 даже доходила, но на третий день, 12.07, уже к 12 часам дня у меня была температура 39,6 и снова бессимптомная, у меня даже аппетит не пропал, вот это был самый интересный момент, потому что думаю, ну да, я еще разочек спрошу у гугла, что же ты мне подскажешь, открываю, температура 39,6, серьезные воспалительные заболевания, воспаление легких, либо там еще что-то такое там, ангина там гнойная и так далее, и так далее, ну понятно, у меня вообще ничего нет, значит, единственное, что появилось уже когда после температуры 39, ну что-то наподобие, наверное, какого-то начальной стадии у ретрита, немножечко более частые позывы к мочеиспусканию, что я, у меня никогда в жизни такого не было, думаю, ну вот это вообще интересная вещь, потому что, как бы, есть явно связанные вещи, и вот тут пришлось уже поработать головой, как говорится, то есть к часу дня, к часу дня, вот это было 12 часам, у меня уже такая температура, я основную проблему обнаружил и решил, ну, во-первых, у нас было четкое понимание, что и где, то есть мне занесли что-то в кровь, в данном случае это инфицирование крови, поскольку у нас почки очищают именно кровь, и то, что очищено, начало раздражать слизистые непосредственно у реты, значит, было четко понятно, что проблема находится в крови, вот дальше я описал то, что уже буквально через 4-5 часов мое состояние было полностью стабилизировано, вот возникает вопрос, а что бы вы сделали при вот таком развитии проблемы? Я вот с этим коротеньким списком, через две недели вот я был как раз на приеме с нулами, посмотрели, сказали, все идеально заживает, все хорошо, я спросил, что бы вы сделали? Хирург и непосредственно помощник смотрели, во-первых, большими глазами, когда это дело рассказывал, говорит, ну конечно же принимать антибиотики, я говорю, зачем? Я говорю, если это вирус, ну-ка-то, почему вируса вдруг нет? Ну, в общем, вот все на этом и закончилось, физически у нас инфицирование крови происходит на самом деле очень часто, все наши с вами респираторные заболевания, вот даже те же самые, как и папилломы и прочее, 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 мы все относим сейчас к вирусам. Итак, у нас с вами вирусы, это электрические образования, которые могут свободно находиться в организме, очень хорошо им они себя живут и устраивают непосредственно в крови, потому что кровь у нас фактически это электромагнитный жидкий сердечник и завихрению электрическому в данном случае там находиться очень и очень комфортно, оно даже, скажем так, оно поддерживается внешними частотными характеристиками работы крови. Ну, тут то, что вы видите, я написал то, что произошло дальше. В целом, было понятно, что необходимо убрать электрические объекты из крови. Я беру и еще раз принимаю красители, только еще утраиваю дозу. Это примерно там уже где-то было один миллилитр малахитового зеленого однопроцентного и, ну, наверное, не меньше синего, то есть там реально где-то по миллилитру было на буквально там 100-150 грамм воды. Понятно, что очень горькая такая штуковина и через 20 минут я просто беру и делаю вот такую простейшую процедуру. Я беру нашу с вами лампу мультичастотную. Вот такая картинка шикарненькая нашлась в интернете, она правда не к нашему случаю относится. Поскольку у нас с вами непосредственно артерия проходит очень близко вот здесь в шее, я в течение 30 минут просто обрабатываю вот этой вот лампой, достаточно близко на расстоянии сантиметров с двух-трех, циркулирующую здесь кровь. После как я убираю лампу, первое сразу, что я обнаружил, значительно посветлело в голове, то есть как будто исчезло вообще давление температуры 39,6. В течение двух часов температура начала уже интенсивно падать, ну примерно через 5 часов она уже снизилась там до 37 с небольшим, к вечеру чуть-чуть поднялась до 38, я еще разочек обработал лампой, не принимая больше ничего. Все, к следующему дню те, кто меня видел с этой температурой, я их ходил и спрашивал, ну как очень похоже, что я три дня пролежал с температурой. Абсолютно это бессимптомная проблема, в данном случае оказалась в чистом виде электрической, находилась в крови, прием метиленового синего и малахитово-зеленого, ну и включая того, что еще сульфат меди принял, фактически не позволили, давайте скажем так, вирусу что-то где-то сесть на ткани, он оставался только в крови. А изменяя, точнее вынося искажения своей частоты у нас с вами вирус, у нас постоянно естественно вызывает разность частот, трение, тепловыделение и так далее. То есть в данном случае мы с вами наблюдаем очень простую и банальную вещь. Красители, которые у нас являются фотосенсибилизаторами, при воздействии интенсивного света нужной частоты у нас с вами просто распадаются на кусочки, давайте скажем так, с выделением активной электрической вспышки. Вот можно так образовать, вот наша вспышка выделилась и поскольку вот эти вот объекты, которые мы обзываем как вирусы, их на самом деле может быть сколько угодно, это любые электрические объекты, которые замкнуты, это фактически индуцируемая спираль обычной индукции, только замкнуты контуры. То есть вспышки при распаде фотосенсибилизаторов просто пережигают или размыкают данные спирали, что приводит к именно разрушению исходной вот этой структуры электрической, которая внутри. А вот эти вот тела, которые от них потом остались, они просто распадаются и выводятся. То есть причина и следствие здесь полностью поменены местами. Все, что нам видит медицина, вот это вот, это результат действия электрического поля. Точно так же как и растения, сначала у нас появилось электрическое поле из зерна, только потом туда втягиваются ткани и какие-то молекулярные структуры, выращивая ткани вот эти вот там и так далее, а не наоборот. Вот здесь та же сама ситуация и вдумайтесь внимательно насколько просто повлиять на работу электрических структур с помощью аналогичных электрических методов. Вот у нас катушки с вами делают частично то же самое, то есть те характеристики, те частоты, которые не задевают, вот допустим свои там длиной волны, они их прекрасно точно так же выбивают, как бы из строя, просто размыкают эти замкнутые цепи, которые электрические там есть. Все, объект перестает существовать как длительный, он просто рассеивается и организм выводит те ошметки, которые от него остались молекулярные. То есть физически работа в нашем организме, ведь даже те же самые проблемы связанные там с кожей, растрескивание, вот мы с вами делали то же самое, мы брали просто метиленовый синий, прокрашивали к примеру там незаживающую рану и обрабатывали интенсивным красным светом и мы получали резкое заживление данного места. А причина то в чем оказалась? Вот вдумайтесь даже в тот же самый момент, вот у вас идет растрескивание кожи, если оно идет, это означает, что в этом месте частоты равны, вот как здесь, видите мы пришли вот к этой вот двоечке и вот наша вторая двоечка, которая здесь сверху, вот то же самое, теперь они дверь эти штуковины отталкиваются, которые равны по частоте и все, организм уже не заражается, вот если у нас есть трещина, которая разбегается в разные стороны, это означает, что на коже частоты от плавного перехода в этом месте выровнялись, соответственно происходит отталкивание одной части от другой, но причина будет опять же здесь электрическая, мы поместили краситель, мы его обработали, все, проблема устранилась, теперь ровный электрический переход, кожа зарастает, все восстанавливается и вот не зря поднимались и судебные дела неоднократно по вирусам и по исследованиям там и так далее, потому что в принципе я отчасти соглашусь с некоторыми авторами исследований, то что как таковых вирусов, как они описаны у нас, их не существует, это действительно в чистом виде электрический объект и смотреть магнитное поле, допустим, любым оптическим микроскопом, ну это бессмысленно, это то же самое, что пытаться нам визуально с вами рассмотреть магнитное поле от постоянного магнита, но при этом темнопольный тот же самый микроскоп, который сочетает в себе одновременно и оптику и магнетизм, он видит значительно больше, точнее преобразует видимость электрические поля, которые мы можем уже наблюдать, что еще раз подтверждает, что все источники данных вот этих вот микрообъектов у нас с вами являются электрическими. Все, думаю был полезен.